11 августа 1897 года в лондонском доме номер 354 по Лордшип Лейн до комнатной квартирки над магазином Вест-Далледжа появилась на свет Эннет Блайтон. Впоследствии в семье Блайтонов родилось еще двое сыновей, но именно старшая дочка навсегда останется любимым ребенком Томаса, отца семейства. Первые шаги в писательстве Энни сделала еще в школе Святого Кристофера для девочек в Бекингхеме. Энни считалась активной ученицей, организовывала школьные концерты, была чемпионкой по теннису и капитаном команды по лакроссу, блистала в искусстве и естествознании, а в последние два года ее назначили старостой школы. В 1916 году она отказалась от места в музыкальной школе Гилдхолл и поступила в Ипсвичскую среднюю школу, чтобы стать учительницей. Энни упорно продолжала писать и не сдавалась, раз за разом получая отказы. Наконец, ее рассказы и статьи начали публиковать в периодических изданиях, в том числе в «Мире учителя». В 1922 году вышла ее первая книга «Детский шепот. Тонкий томик стихов». Через год она опубликовала уже более 120 произведений. В 1926 году Блайтон основала собственный журнал «Солнечные истории». Он просуществовал 26 лет, пока писательница не отказалась от него в пользу журнала, названного ее именем. Оба издания помогли ей сформировать преданную читательскую аудиторию и сделать свое имя брендом. Она опубликовала рассказы, новостные передовицы, даже создала несколько клубов по интересам, куда могли вступить и дети. Занятые пчелы помогали животным. Клуб «Великолепные пятерки» собирали деньги для детских домов. Общество «Солнечный луч» оказывали помощь слепым детям. И клуб журнала собирали деньги для детей, страдающих с целибральным параличом. Настоящий успех пришел к Блайтон в 1938 году, когда вышла первая повесть «Секретный остров». Четверо детей убежали из дома на остров, чтобы спрятаться от взрослых и вести самостоятельную жизнь. Возраст героев не назывался, поэтому любой маленький читатель мог примерить историю на себя. Эти приключения так понравились детям, что на публикацию книг не повлияла даже война, заморозившая почти всю издательскую деятельность Великобритании. В 1942 году вышла одна из самых известных книг Энни Блайтон «На острове сокровищ», первая в серии «Знаменитая пятерка». Два брата, Джулиан и Дик, и сестра Энн поехали на летний каникул к своему дяде Квентину в Керин-коттедж. Там они познакомились с кузиной Джорджиной, которая хочет быть мальчиком и требует называть себя Джордж. Вскоре четверо детей вместе с собакой отправились на поиски сокровищ. Словами своих героев Блайтон просто и забавно говорил о всевозможных детских проблемах, отношениях между мальчиками и девочками, родителями и детьми, недоверии к взрослым и т.д. Популярность была огромной, а имена персонажей стали в Великобритании нарицательными. Маленьким читателям ужасно нравились истории про расследования, тайны, приключения и настоящую дружбу. И Блайтон продолжала их рассказывать уже в других сериях «Секретная семерка» и «Пять юных сыщиков». Энни Блайтон оказалась той, кто проложил дорогу для популярности Джоан Роллинг и ее Гарри Поттера, где тоже есть детективный сюжет. Кроме детективов, она написала волшебные повести о чудо-дереве, о феях и троллях, о деревянном человечке Ноди, напоминающем Пиноккио. Энни Блайтон часто подвергалась нападкам критиков. Библиотекари, учителя, журналисты и родители обвиняли ее произведения в посредственности. Многие из ее книг были признаны неприкодными для чтения детьми и изъяты из учебных планов и публичных библиотек. С 30-х по 50-е годы BBC фактически запретила ставить аудиоспектакли по книгам Блайтон на радио, называв ее работы лишенными литературных достоинств. Но Энни Блайтон не интересовали взгляды кого-либо старше 12 лет. Она утверждала, что половина нападок – это ревность, а остальные исходят от глупых людей, которые не знают, о чем они говорят, потому что никогда не читали ни одной из моих книг. Легко объяснить, почему книги Блайтон стали популярными и остаются такими до сих пор. Психолог Майкл Уусс считал, что писательница отличалась от многих других авторов, пишущих для детей. Он предположил, что Блайтон была ребенком. Она думала, как ребенок, и писала, как ребенок. У Энни Блайтон нет моральных дилемм. Но помимо психологических существуют и другие причины. Блайтон сформировала преданную и заинтересованную аудиторию благодаря своим журналам «Солнечные истории» и Энни Блайтон. Такое общение с читателями помогло и лучше понять их интересы и потребности и, конечно, анонсировать выход новых книг. Блайтон создавала большие серии книг. Дети могли расти вместе с героями и с их помощью решать присущие разному возрасту проблемы. При этом персонажи Блайтон живут в мире, где сразу понятно, что такое хорошо, а что плохо. В ее книгах нет многослойности, а прямолинейный, без излишек сюжет действует успокаивающе и помогает детям спрятаться от хаотичного реального мира в логичной и понятной им истории. В 21 веке игра на улице с реальными друзьями постепенно теряет свою актуальность. Книги Блайтон – прекрасное напоминание о свободе, о приключениях, когда игры на свежем воздухе или прогулки с собакой становятся захватывающими, если использовать свое воображение, желательно придумав какую-нибудь детективную загадку, чтобы было еще интереснее. Благодаря чувству ностальгии, книги Блайтон популярны среди взрослых, а современным детям они дают самое важное – умение играть и фантазировать.